Всем привет! Мы начинаем новый влог. На прошлой неделе я не выкладывала видео, потому что захотелось немного взять паузу во всей этой съемке. Я думаю, что этот влог будет последним в этом году. У меня есть еще две темы видео, которые бы я тоже хотела успеть снять в этом году. Но если успею, я сниму. У меня есть наброски. Надо просто вот сесть и окончательно все это делать. К новому году. Кстати, вот по поводу нового года. У меня нет как такового настроения, именно новогоднего. Может быть, потому что я в декрете и я не так активно участвую во всей этой социальной жизни, как раньше. Но когда я хожу по магазинам, я так потихоньку обращаю внимание на все это новогоднее атрибутик, как все это украшают. Новогоднее рекламу с фильмами показывают. Я думаю, что новогоднее настроение придет просто с опозданием. Украшать квартиру я сильно не планирую. Так, может быть, по минимуму что-то сделаем. Елку мы ставить не будем. У нас была искусственная елка. У нее было сломано основание. Ее нам отдала еще моя бабушка. И она... Ну, вообще, она ее хотела выкинуть, потому что она сломана. Но я говорю, давай мы себе возьмем. Брала банк, она спала туда крупу, ставила, и она так держалась. Но даже если бы елка была нормальная, то в этом году мы бы ее не ставили, потому что с Лидой это будет не так уж надежно. Да и не нужно, по сути. На следующий год думаю, да. А вообще у меня идея... Ну, не идея, а желание. Я бы хотела потом как-нибудь купить искусственную елку такую большую, чтобы она была 2 трети, занимала высоту от стены. Чтобы вот так вот вложение на несколько лет вперед сразу. Ну, и покупать тоже либо где-нибудь в конце сезона, либо где-нибудь летом, чтобы пока цены на них не поднимали сильно. В этом году, я думаю, мы просто возьмем веточки, набор или 2, ну, елочные, и поставим, ну, поставим, и на них повесим шарики. Вот такое. И на гардину, может быть, гирлянду повесим, и вот так вот будем. Так, мы вышли гулять. Я пробую сейчас убрать одно кормление. Я перед выходом где-то, ну, покормила Лиду прикормом. И хочу посмотреть, через сколько она захочет есть. Если все будет хорошо, то уберем одно кормление. Поменяла еще блок у коляски. Пока что я не знаю только, как мне удобнее. Ну, в смысле, Лиду лицом ко мне или наоборот, от себя. Ей по большому счету без разницы, она меня не теряет. Все там, разглядывает. Но мне пока что так удобнее видеть, вообще хочет она спать или нет. Шапка слетает или нет. Еще я хочу показать свои наработки по второй книжке. Вот, например, будет улитка. Это все я как бы не сама придумывала. Я что-то видела в интернете. И те картинки, которые мне наиболее понравились, я их сохранила. Улитка будет вот так на листике. Здесь каждый элемент на липучке. То есть можно собирать по принципу большой-маленький, изучать цвета. И мне в этот раз очень нравится, как я сделала швы, как я усилки спрятала. Единственное, что вот сами липучки не совсем симметрично получились на некоторых деталях. Ну, здесь еще не так сильно видно. Ну, вот, да, тоже не совсем. Ну, над этим тоже буду работать. А еще, кстати, вот, например, на первой книжке, если липучку я делала прямой строчкой, то здесь я решила сделать именно зигзаг. И, на мой взгляд, это более аккуратно и более прочно получается. Потому что все-таки это такой элемент, который будет постоянно в использовании. Это будет яблоко. Яблоко будет на подложке. Подложка будет тоже красного цвета. Вот эта часть верхняя, я ее укрепила дублерином, потому что она будет съемная. Здесь будет магнитная кнопка. То есть она вот так будет сниматься. Здесь будет тоже фетр такого же цвета. И здесь будут пазлы. То есть пазлы тоже на липучках. Их надо будет искать, ну, искать по формам. Это вот будет одна сторона. Здесь будут вот эти пазлы. То есть сердце, ромб и вот этот пятиугольник. И еще я сегодня съездила, через Авито нашла. Думала, что это магазин, но это оказался склад. Там подешевле можно все найти. У них есть группа ВКонтакте. И вот этот склад. Там уже направляет заказы, самовылаз. В общем, я взяла фетр, который мне нужен был. Глубой фетр. Это будет фон на страничках. Тут бусинки, шнуровка, лента. Ну, это уже для фурнитура, которую мне понадобится использовать. Вот. И надеюсь, что где-то к концу декабря я уже закончу работу над этой книжкой. Потому что, в целом, у меня большинство съемных деталей готово. Там осталось буквально 2-3 странички. Там будет Мишка с Милотом. Тут на главной странице будет ежик. У него тоже вот эти детали на липучках. То есть основная часть, в принципе, готова. Вот. Дальше уже нужно будет просто пришивать к фону. По поводу навыков, кстати, Лиде сейчас 8 месяцев исполняется. Вот этот период вообще с 7 до 8 месяцев, он прям настолько важный. Ну, я имею в виду, что такой скачок в плане развития произошел. То есть сейчас Лида уже сидит. Она активно ползает по всей квартире. И она начала вставать у опоры. И вот это все произошло за вот этот месяц. И это так интересно наблюдать вообще, как она себя ведет. Она уже более самостоятельная такая стала. Может сама подползти, отползти. И если она начинает за ней идти, она может там ускориться, начинает бегать от меня. Ну, в общем, это все так очень интересно. Я как бы сейчас собираю фотографии для фотоальбома. Ну, пока что не распечатала. Но я подписываю их по месяцам. И я только думаю, когда у меня есть там место для надписи, я думаю, что... Ну, написать как раз. То есть в этом возрасте Лида умела делать там... Там держать голову, например. Или научилась переворачиваться. Я начала в заметках себе накидывать. И понимаю, что я половину вообще не помню. Когда, что случилось. А по факту это прошло вот совсем ничего. Ну, в общем, я примерно там накидала, что я помню. Да, такие вещи очень так быстро завываются. Поэтому если кто-то в ожидании, в положении, и вы хотите потом тоже сделать что-то подобное, то записывайте все сразу. Мы сегодня заказывали доставку. Я заказала индейку. Дилайт. Решила попробовать. Не стала про это на рынке, да. Попробуем такое в упаковке. Я ее отварила на втором бульоне. Хочу сделать заготовки. Ну, по волокнам разрежу, чтобы блендер смог справиться. И хочу купить, наверное, еще говядину. Только я не знаю. Посмотрю. Если будет хорошая мякоть, то сделаю тоже сама. Отварю. Просто уже хочу сделать такую консистенцию, чтобы она была более... Ну, не такая жидкая, что ли. Не такая однородная. Чтобы уже потихоньку Лида училась деснами жевать. У меня тут сохнут баночки. Я думаю, что как раз в эти банки и разложу. То есть это вот от этого детского питания. И, кстати, вот хорошо в них будет сделать, заморозить, сделать заготовки. Так, вот я приготовила индейку. В блендере я взбила с небольшим количеством воды. У меня получилось 12 где-то баночек. А вот такие большие я наливала, ну, где-то на половину, чтобы как раз было на одну порцию. А в целом, если сравнивать, например, готовить индейку самой, брать или покупать баночное. Если на Озон покупать, там 6 баночек стоит порядка где-то около 300 рублей. То есть одну баночку можно поделить на 2 приема пищи. А где-то тоже 12 приемов пищи. Здесь индейка, которую мы брали в ленте. Она вот эти 500 грамм стоила 270 рублей. Но по консистенции все равно отличается. Это более такой, мне кажется, насыщенный вкус, более такой сытный, чем вот баночная. Как бы особо такой большой разницы нет, но мне все равно, когда я готовлю сама, как-то больше это нравится. Я сегодня сделала кашу, гречневую развела. Индейка баночная осталась и немножко укропа добавила. Я не знаю, в общем, мне пока трудно с фантазией. Я нашла книгу, где написаны рецепты всякие разные. И вот мы пробуем что-то делать. Я пока что делаю, ну, либо вот эта штука для пюре взбиваю, либо в блендере что-то готовлю. То есть пока что я кусочки даю редко, потому что, ну, она давится, и я боюсь пока давать. Если я даю совсем-совсем маленький кусочек, то в целом она нормально шует. Потом нечего жевать, но мне хотя бы не страшно. То есть я даю ей так по чуть-чуть банан, например. Я изучала безопасную подачу продуктов, понимаю, как что давать. В общем, будем пробовать. Напишите, во сколько вы начали давать кусочки, пожалуйста, потому что я боюсь просто пропустить вот этот момент. И потом она, например, будет вообще отказываться есть кусочки, потому что привыкла есть пюре. Или она все равно должна как-то до этого дозреть сама. Была примерно вот такую порцию. Ну, съедает она по-разному. Я на глаз просто делаю, когда она что-то больше съедает, когда что-то меньше. Ну что, довольная моська. Поели. Вот она почти всю эту тарелку съела. Еще купила вот такой творожок Тёма. Мы пробовали классический, я его тоже взяла. Ну, он прям кислый-кислый. Я решила взять с груши. Может, он будет чуть-чуть такой послаще. Попробуем его. Принесла, в общем, сюда коврик на кухню. Пока лето здесь, попробую просто здесь прибраться. Только я сказала, что у нас мягкая зима, как у нас ударили морозы. Минус 25-30 градусов. Даже отменили. Должны были идти к педиатру. Вчера отменили запись, потому что... Ну, я сейчас рано был приемом. Просто не встали. Плюс наши машины не завелись. В общем, решили переждать. И пойдем на следующей неделе. Вот, поэтому сидим дома. Развлекаемся дома. Да, солнышко? Я, в общем, частично убралась. А частично посвятила время шитью. Сделала одну страничку. Это яблоко. Здесь самоисчезающий маркер. Он потом сам сотрется. Это будет верхняя часть. Она на кнопке. И здесь как раз вот те пазлы, которые я показывала. Они на липучках каждый. Единственное, что я... Когда я сшила, я потом поняла, что я бы хотела добавить здесь ленточку, чтобы эти детали были вместе. Чтобы они не потерялись, никуда не делись. Вот эти вот именно две половинки яблоко. Но это я уже в следующих книжках учту. А в целом я довольна. А, и небольшой такой момент. Нитка, вот эта вот изнаночная, она видна. Я почитала в интернете. Это связано с натяжением нити, верхней и нижней нити. Их надо регулировать. В общем, я пыталась-пыталась. Стало чуть-чуть получше, но все равно она видна. В некоторых деталях тоже на съемных есть такая проблема. Ну, я подумала, ладно. Как бы главное, что все аккуратно. Пусть это будет такая-ля как творческая задумка. Мы, кстати, купили кроватку. Ну, не новую, а на Вито также заказали. Такого плана. Я не знаю, как она называется. Но, по-моему, Икея, наверное. Может, просто обычная. Она без колесиков. Просто статичная кроватка. Вот, как я и хотела. Вот, чисто белая. А вон там наша стоит. Она на... Ну, потом ее Денис разберет и выкинет. Вот из всего того, что мы брали на Авито, кроватка оказалась самая неудачная покупка. Вот эта кроватка, хоть у нее размеры такие же, но она смотрится намного аккуратнее. Она в целом в хорошем состоянии. Тоже она шла с матрасом. И есть местами небольшие такие, как... Ну, не осколки, но они прям вообще еле-еле заметны. Как бы это вообще не страшно. Эта кроватка мне прям очень нравится. И мы не стали убирать вот эту сторону, потому что я предполагала, что я Лиду буду здесь оставлять. Какое-то время, как манеж можно было использовать. Но когда вот матрас положили, то есть наша кровать все аккуратно, вровень все идет. Но Лидия вот она по поясу. Она запросто может перевернуться, поэтому я ее туда кладу под наблюдением. И она вот так вот на опоре стоит, либо обнажка, козырек она держится, либо с этой стороны она держится. И вот так вот используем. Вот. Солнышко. Вот, но спать мы пока в ней еще не пробовали. Ночью Лида будет спать со мной, потому что, ну, чисто мне так удобно. А днем я буду стараться ее укладывать туда. Сейчас я впервые за несколько дней выехала на машине. Спасибо Денису. Пока он сегодня дома, я сделаю быстренько все свои дела с мамой. И потом, пока, когда он уйдет на смену, я снова оставлю машину. Мы занесем аккумулятор домой. Потому что уже моему аккумулятору лет 5. И если в том году он еще нормально в морозы справлялся, то есть минус 30. Но если не с первого, то со второго раза машина заводилась. То в этом году нет. По поводу кормления я, по-моему, не договорила. Именно, чтобы убрать одно кормление. Я это хочу сделать не резко, а плавно. То есть я подождала, когда мы введем мясо. Логично, что блюдо должно быть, ну, пища должна быть более калорийной, а не просто овощи, например. Мы ввели мясо. Лида съедает на обед в целом нормальную порцию. На завтрак вообще нет. Что бы я ни давала, каши, фрукты, там, не знаю, йогурты, творожки. И пыталась как-то намешивать между собой именно на завтрак. Она почему-то ест очень плохо. Я не знаю, с чем это связано. Но обед, тьфу, тьфу, нормально. Я просто после обеда, когда я ее кормила, предлагала молоко, ну, грудь я имею в виду, где-то через 30 минут, где-то через час. И вот в тот день, когда мы гуляли, когда я показывала, она выдержала 2 часа. Я такая обрадовалась, думаю, ну, наконец-то. А в другой день она выдерживала меньше. В общем, пока что это непонятно. Связано это действительно с голодом или нет, я не знаю. Поэтому будем пробовать и смотреть. И надеюсь, что в ближайшее время все-таки у нас получится это сделать. Спасибо всем большое за просмотр. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok